Алло. Никого не видно. Здрасьте. Здрасьте. Кто это такой? Димка написано. А щас видно, нет? Чуть-чуть видно. Здрасьте. А меня Дмитрий зовут. Мы с вами не знакомы. А почему вы в тумане-то находитесь? У вас не видно. Мы с вами пока не знакомы. А щас это, наверное, свет, свет. Совсем не видно. Посмотрите, чтобы у вас видно было-то. Как будто... А так? Да так тоже плохо. Как в молоке где-то сидите? Ну так маленько получше. Щас я попробую. Так, щас лучше видно. Ну так получше. Кто вы, как вы попали сюда? Щас, секунду. Здрасьте. Да я видел вас это в интернете. Про деревню Потеряевку вы говорили. Ну. И что? Ну, как бы хотелось вот к вам приобщиться. Хотелось бы попасть к вам. Вы расскажите себе, откуда вы, кто вы такие. Кто вы такой? Я из города Омска. Меня зовут Дмитрий. Я из города Омска. И что же вы хотели? Вот. Хотел бы попасть к славным людям, чтобы... Хочу полностью избавиться от документов, от своих. От паспорта, от ННН. Как-то жить по-христиански. У нас паспорта у всех. Вот. Ну не знаю, куда мне идти, куда бежать. У нас есть паспорта у всех. Вот. У нас паспорта у всех. Ну вот, я смотрю про вашу деревню. Ну я понимаю. А ну вот куда, может, посоветуйте куда-нибудь пойти? Нет. Где, ну, православные селения? Где можно, ну, душу спасти? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да нет, конечно. Так. Вам что нужно конкретно? Поехать куда, где бы нашли своих таких же единомышленников? Да, 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 да. Ну, это может где-нибудь вам поискать старообрядцев каких-нибудь там, которые как пензенские затворники. У них паспортов нету. А у нас школа государственная, у нас интернет есть. Ага, а где их можно искать? А почему вы решили пойти именно таким путем? Ну, я вижу, ну... Без паспорта, почему? Да, просто много сейчас слуфов ходит о воцарении антихриста. Ну, и антихриста-то еще нету, того последнего антихриста. Надо, ну, ходят слухи о том, что надо оказываться от паспортов, то есть у кого есть паспорт, вот этот жидовский с тремя шестерками, то есть у того уже она нога в аду. Вот такие вот слухи ходят. Так это слухи только ходят. Вы на нашем форуме, посмотрите, там все объясняется. Зарядите паспорт или ИНН. Вы наши ресурсы знаете? Сайт, форум. Не, не знаю. Я только так видео смотрел про потеряевку древню. Она мне очень понравилась, я слышал, что вы там... Ага, ну, хорошо, ладно. Я обязательно почитаю. Я в конце скину, и вы там посмотрите. А скажите, я вообще к вам в деревню, ну... Ага, хорошо. Игнатий Лапкин, скажите, пожалуйста, а к вам в деревню можно попасть как-нибудь? Никак нельзя, тем более зимой. Мы когда людей хорошо узнаем, договариваемся, все, тогда можно будет, когда, если знаем мы. А один вообще это никогда не приживется. Это очень трудно, должен с нуля начать строиться. А как мне с вами... Вам сколько лет? А как мне с вами поближе познакомиться? 23. Сколько лет вам? 23. 23 года. 23 года. Вы не женаты? Я так и думал, будет замыкать. Холостой. Холостой. Нет, не женат. А один ничего не сделает здесь. Одному невозможно жить. Совершенно. Это надо построиться. Иметь средства скотину завести. Живут-то от животноводства, от сельского хозяйства. Это невозможно. А там перспективы никакой не работают, ничего такого нету, да? Нет. Ну как? Ну с нуля. Ну а недвижимость у вас... А недвижимость у вас сколько стоит? Склочок земли, чтобы хотя бы шалат. Нет, у нас ничего не продается, нету. Земля бесплатная. Земля? Просто в одном видео я смотрел, как бы вы говорили, что... Если бы у вас были бортовья, братья там, такие, чтобы крепкие, сильные, тогда можно было говорить начать. А одному ничего нельзя сделать. Ну-ну-ну. Не построиться, не... Понятно. Не себя обеспечить никак не сможете. Это невозможно абсолютно. У нас были одинокие, все остальные уехали. Ну да, не споря. Не приживается. Ну а как он приживется-то? Ему надо построить, жить где-то, а он еще не может сделать. Один. Это надо фундамент заложить, стены возвести. Все абсолютно делать. Вы еще делаете. Или нужно иметь большие деньги. Тогда можно где-то на стороне нанимать рабочих, которые построят. Но материал ты должен сам закупить. Брусья там, кирпич. Ну да, да, я понимаю. Это очень непросто. Ну а так вот приезжай, живи, можно, да, строиться там как-то для себя. Ну, чтобы в дальнейшем, чтобы с семьей туда переехать. Но если вот, допустим, у меня с финансовой стороны... Никак. Никак. У нас вот сколько приезжали одинокие, все до одного уехали. Нет, ну он-то говорит, что с семьей, женится, с семьей приехал. А, с семьей, молодые люди. Вот муж, жена, дети. Тогда можно разговаривать, чтобы и кто-то помогал. А у вас там храм, храм есть, да? Есть храм. Куда ходить там? Храм есть, школа государственная. Ага. У нас интернет есть, электричество есть. Ну я вижу, вижу. Вы рассказывали в видео, он одном смотрел. Вы там все подробно объясняли. Да. Мне просто хочется куда-то вот уехать с города, потому что надоело. Самотоха. Люди совсем озверели. Мимо проходишь, допустим, кого-то, ну, не так посмотрел, все, сразу в морду лезут. Вот скоты, скотов превращаемся потихоньку. Хочется как-то оградиться большим забором. У вас какая профессия есть? Где работаете? У меня электрогазосварщик. Что электрогазосварщик? Ну там что варит-то? Там варит нечего. Надо строить. Лопата, мастерок, топор. На стройке, я на стройке. Я сейчас в данный момент на стройке работаю, то есть по отделке. Это ремонт внутри помещения, в квартирах. Ну да. Отделка. Ну это хорошо. Жаль, конечно. Если бы вы были женаты, были ребятишки, тогда бы можно начинать. И братовья. Вот у нас один приехал, а их шесть братовьев. Все, ну, все семейные. Ему все приезжают племянники. И то только нижний этаж подвальный построил за лето. Ну сразу ничего не бывает. Москва тоже не сразу строилась. Ну да. Потихонечку, помаленечку. Бог даст. Бог даст. Ну а вообще, как у вас там жизнь-то протекает? Что как? Как жизнь протекает? Ну а как? Вы смотрите в наших роликах. Я вам скину сейчас, и вы там посмотрите. Там все сказано. Ну я смотрю. Я как смотрю ваши ролики, сразу душа радуется. Хочется к вам поближе туда. Для воспитания детей лучшего места не найти. Все верующие, священник, храм. Ну понимаете как? Это ребятишки под присмотром. Ну да. Понимаю, конечно. Ну вот смотрите. Ну а вообще так вот к вам в гости как-нибудь можно встретиться, чтобы поближе познакомиться там, чтобы не идти через интернет. Мы здесь лучше познакомились, вот сейчас поговорили. Во-первых, это зимой вообще закрыт ход туда. На остановке, где разъезд, нет ни одного здания. В какую сторону идти не видно. Поезд приходит в темноте в 12 ночи. Куда ты пойдешь? Летом еще. Летом тогда еще можно поговорить. Если бы там были, кажется, несколько человек. А одному это надо встречать среди ночи. А какой нам проход этого? То есть все за день уработаются. Ночью кто встречал, считай, полдня вырублено. Нам так как... А у вас там, я смотрю, и лагерь, и лагерь детский есть, да, в деревне в этой лагере? Да, да. Да, там воспитываете детей. А так вот на лето вот к вам можно там, по-моему, в помощники там приехать? Да нет, у нас помощников хватает уже. Нет, когда мы человека не знаем, мы не разрешаем. Когда мы хорошо узнаем человека, это дети. Это опасно чужого человека держать. Да, да, я понимаю, конечно. Конечно, понимаю. Как на каждой минуте его держать надо где-то? У нас был один такой приехал, пришлось его арестовывать и отправлять обратно. Без разрешения приехал, чужой человек. Сказали, не ходи, он идет, куда не надо. Мы сразу ему дали сопроводительных и до свидания. Ну да, у вас там строго. Но без строгости никуда. А, куда, никуда. Где строгость, там и порядок. Там и порядок, там молитва, там соблюдение всех уставов православных. Свои деревенские правила есть. Да, да, да. Ладно, заканчивай. Вы пропали куда-то, звук ушел от вас. Ну хорошо, если вопросов больше нет, давайте прощаться тогда будем. Ну ладно, спасибо, что проинформировали меня. Ну вот я сейчас вам скину. Было приятно пообщаться с вами. Я сейчас вам скину тут под скайпом-то. И вы тогда посмотрите. Заходите везде, смотрите на ютубе у нас. У нас около 4 тысяч роликов. Хорошо, хорошо. Буду смотреть обязательно. Во славу Божию. Отключайте все. Я не понял, почему у него там щелкает все время. Еще хотел сказать. Он же входит, он может стучить про воду. Я ему сейчас скину это все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...